Всем привет! Вы смотрите HelloBlog, с вами Чернобаев Николай, и это продолжение курса по продвинутому JavaScript. Сегодня мы продолжим изучение прототипного наследования и рассмотрим еще один способ, как это можно делать. Итак, мы рассмотрели способ самого простого наследования прототипного наследования JavaScript, также смотрели несколько вспомогательных методов, и теперь давайте рассмотрим еще одну возможность, которая появилась в ECMAScript 5, это наследование с помощью метода object-create. Итак, как же происходит наследование с помощью этого метода? Давайте создадим какой-нибудь тестовый объект, например, wolf, опять волк, у него будет свойство can.true. И теперь создадим новый объект, который мы хотим, чтобы наследовал свойства нашего волка. Допустим, это будет doc, object-create, и сюда мы помещаем объект, наследование свойства которого мы хотим. То есть в нашем случае это wolf. Теперь давайте выведем в console.doc.can.run. Вкрываем браузер, посмотрим, и мы видим, что true, да, все, унаследовалось. Если мы просто выведем нашего пса, посмотрим, мы увидим объект, у него есть ссылка прото, и свойство can.run.true, которому наследование у нашего волка. Вот, мы увидели, как это работает, и это работает везде, кроме браузера E8 и ниже. И давайте рассмотрим, как это можно исправить, чтобы это работало и в E8, вплоть до E6. Также поймем, что же на самом деле происходит за кулисами метода object-create. Создадим его аналог, который будет работать и в E8, и в E6, и во всех других браузерах. Итак, эта функция будет называться inherit. Наследование. В ней будет передаваться один аргумент, который мы назовем proto, прототип. Теперь нам надо сделать три простых действия, но которые несут за собой большой смысл. Итак, это function. Создаем просто пустую функцию, и когда мы сделаем ее конструктором, и напишем newF, то она будет возвращать просто пустой объект. Дальше мы берем свойство proto-type этой пустой функции, и говорим, что наш proto является равным ему. После чего мы возвращаем наш экземпляр нашей пустой функции newF. Таким образом, мы сделали временный конструктор, который возвращает пустой объект, но в качестве прототипа которого устанавливается прототип, тот, который мы передали в эту функцию. То есть вот так просто. Три простых действия таких. И теперь, если мы сделаем допустим новый объект собака2, и напишем нашу новенькую функцию, скажем, чтобы она наследовала также волка. И если мы увидим консоль, что док2 имеет свой стаканран, который мы должны наследовать волка, то мы увидим, что все работает true, то есть никакой разницы визуальной с object-rate мы не видим. Но эта функция будет работать и в E8, и также вплоть до E6. Таким образом, что под капотом object-create метода, что в функции inherit, которую мы только что создали, создается временный конструктор, в качестве прототипа которого устанавливается объект, который мы передаем в этот метод object-create, либо в эту функцию inherit, которую мы создали. Потом возвращается новый пустой объект, в котором уже прототип является тот объект, который нам нужен, который мы передали. Вот так это работает. Эту функцию придумал Дуглас Крокфорд. Он ее еще немного улучшал после этого. Но сейчас, в конце 2014 года и уже в 2015 году, на момент, когда записывается этот ролик, уже принят стандарт ECMAScript 6. И тот самый Дуглас Крокфорд, книжку которого я рекомендую вам обязательно прочитать, Good Parts, он уже отказался от использования object-create, отказался от использования такой вот самописной функции и предлагает нам уже использовать совсем новый способ, способ из ECMAScript 6. Но это, ребята, уже совсем другая история. И я думаю, что это будет уже в другом курсе, посвященном отдельно ECMAScript 6 или ECMAScript 2015, как еще его называют. Итак, спасибо за внимание, ребята. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, высылайте это видео друзьям. И до новых встреч на мой блог. Всем пока.